Не успели россияне отойти толком от шока После чудовищного теракта в Крокусе, как говорится, снова прилетело 2 апреля вражеские беспилотники атаковали Татарстан Несколько тяжелых беспилотных летательных аппаратов поразили цели в особой экономической зоне Алабуга и Нижнекамске Вообще-то это критически близко к Башкортостану Это 366 километров до Салавата-Стирли-Тамака 281 километр до Уфы И вовсе 160 километров до Нефтекамска То есть это практически вплотную к нам Вопросов становится все больше Во-первых, как тяжелые беспилотные летательные аппараты с размахом крыльев под 5 метров Преодолевают расстояние как минимум 1200 километров А примерно столько по прямой от Алабуги Нижнекамска до границы с Сатанинской Украиной Как такое вообще могло произойти в воздушном пространстве великой державы? 1200 километров Беспрепятственно летели эти достаточно крупные беспилотные летательные аппараты Ну по крайней мере пока это представляется таким образом Я не хочу даже предполагать, что они были запущены где-то с территории Российской Федерации Потому что тут уже совершенно иного характера вопросы могут возникнуть Следующий вопрос Ждать ли нам в Поволжье продолжение вот этих вот прилетов беспилотных летательных аппаратов Несущих по 20 килограмм взрывчатки на борту Поволжье, как известно, напичкано нефтеперерабатывающими предприятиями Крупными химическими заводами То есть попадание в такие объекты 20 килограмм взрывчатки Это страшное дело Это чревато колоссальными проблемами, если не катастрофами У меня вопрос, мы ждем следующих атак Или это была разовая акция Ну и естественно вопрос, что предпримут власти Кроме угроз, как говорится, разобраться с этими таджикскими штукатурами и их заказчиками Будут ли еще какие-то конкретные меры, заявления и прочее Потому что после теракта в Крокусе самое яркое, что мы слышали Это заявление какого-то помощника министра обороны Шойгу Наверное, генерала о том, что голая вечеринка Ивлеевой Это было, знаете ли, как он так выразился Не могу точно припомнить, но фактически там нападение на Россию Ну то есть что-то вроде того он сказал То есть это вот страшное дело, голая вечеринка Ивлеевой Ну, господин генерал, можете поинтересоваться, что 2 апреля приключилось, например, в российском Татарстане В общем, конечно же, я призываю всех не паниковать, никакой паники Как говорится, прорвемся, переживем и дождемся, без проблем Берегите себя и своих детей Ну и как писали на стенах блокадного Ленинграда Переходите на безопасную сторону В прямом и переносном смысле Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова